6 июня – Международный день безопасности на железнодорожных переездах. В рамках этой даты железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД раздали водителям автомобилей памятки и листовки, призывающие соблюдать правила дорожного движения на железнодорожных переездах. На одном из участков дороги в Черкесске, проходящей через железнодорожный переезд 50-й километр, к акции присоединилась наша съемочная группа. Мадина Каракетова далее. Житель Черкесской Николая Прысяной даже немного растерялся, когда его машину остановили на железнодорожном переезде. В его сторону направилась целая бригада из железнодорожников, сотрудников ГИБДД и журналистов. Владелец авто за несколько секунд, что потребовались столь представительной делегации, чтобы преодолеть расстояние от железной дороги до его авто, перебрал в памяти все свои возможные грехи, допущенные сегодня по пути. А между тем очень вежливые железнодорожники и дорожные полицейские пожелали Николаю доброго пути, посоветовали обязательно пристегиваться и вручили памятку с правилами безопасности при переезде через железную дорогу. И потом люди бывают заняты, там голова забита чем-то. Надо чуть-чуть напоминать периодически, чтобы чуть-чуть память встряхивать. Изучу, конечно. Эта акция, проводимая в рамках Международного дня привлечения внимания к железнодорожным переездам, стала уже традиционной и цель. Еще раз напомню водителям, насколько они могут быть опасны, если потерять бдительность. К счастью, на территории Карачао-Черкесской республики в этом году у нас дорожно-транспортных происшествий, случившихся на железнодорожных переездах, нет. Но в любом случае, работу это мы проводим, потому как всегда людям необходимо об этих, казалось бы, простых правилах, касающихся в том числе и переезда через железнодорожные переезды, необходимо напоминать на постоянной основе, что мы, собственно говоря, и стараемся сегодня делать. Раздаем специально подготовленные памятки, листовки. Некоторые водители пренебрегают мерами предосторожности, и ценой невнимательности может стать человеческая жизнь, напоминают организаторы акции. В предыдущие годы было несколько неприятных ситуаций, в одном из которых погиб мужчина. Срабатывает автоматическая сигнализация на приближении к поезду, срабатывают светофоры, и после этого уже водители автотранспортных средств должны непосредственно останавливаться у стоп-линии, либо шлагбаумов, либо перед светофором. Данного водитель не сделал мероприятия, в связи с этим выехал на переезд, застрял на переезде, и его поездом, получается, сбило. То есть всегда, прежде чем переехать железную дорогу, необходимо обращать внимание на световую сигнализацию. Если горит красный, запрещающий сигнальный свет, следует остановиться и подождать. Бывают, конечно, и сбои в работе оборудования, рассказывает Владимир Пчеловодов, но есть и другие знаки, сигнализирующие о приближающемся поезде. Водителям необходимо, прежде чем решиться на переезд по железной дороге, убедиться, не поднято ли устройство заграждения переезда, а также на шлагбаум. Нет никакой необходимости, и уж точно никакого смысла рисковать, полагаясь на такое ненадежное авось пронесет, к которому мы нередко прибегаем в двояких ситуациях, особенно, когда речь идет о человеческих жизнях. Напоминают, что железнодорожный переезд – один из самых сложных и опасных участков дороги, требующий сосредоточенного внимания и строгого соблюдения правил дорожного движения. Столкновение автомобиля с поездом, как правило, заканчивается для водителя очень тяжелыми последствиями. И также быть внимательными, потому что поезд, водители должны знать, что тормозной путь его может составлять до полутора тысячи метров. Это зависит от скорости и от руководящего уклона пути. Поэтому машину остановить можно, а поезд мгновенно остановить нельзя. Именно благодаря принимаемым профилактическим мерам и профессиональным действиям железнодорожников ежегодно предотвращается более 20 случаев столкновения автотранспорта с подвижным составом. Мадина Каракетова, Мухаммед Ашубоков, Вести, Карачаево, Черкесия.